МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня состоялось первое заседание депутатов Нижнетагильской городской думы 7-го созыва. Народные избранники решили ряд важных вопросов. В год экологии в Нижнем Тагиле появится современный агрегат, который поможет решить сразу несколько задач. Подробности далее. Молодежь готова делать Нижний Тагил еще привлекательней. Проекты по благоустройству города были представлены на Совете по делам молодежи в мэрии. Что хочет преобразить подрастающее поколение? Здравствуйте! В эфире Тагил-ТВ итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Валерия Доброва, готовы рассказать о главных событиях четверга. Депутаты Нижнетагильской городской думы определились со спикером. Сегодня на первом заседании думы народные избранники решили три важных вопроса. Определились с председателем и его заместителем, а также с постоянными профильными комиссиями. Кто займет кресло спикера? Анна Кизилова из зала заседаний представительного органа. На должность спикера городской думы претендовали двое депутатов. Оба члена партии «Единая Россия». Первого кандидата Андрея Бельчука официально выдвинула правящая партия на очередной конференции. Второго Алексея Пырина порекомендовала группа народных избранников из 15 человек. Спикера гордумы парламентарии выбирали традиционно по бюллетеням и тайным голосованиям. Итоги голосования. Абирчак Андрей Александрович, 12, Блин, Алексей Андреевич, 15. По итогам голосования представителя Нижнетагильской городской думы 7-го созыва избран Блин Алексей Андреевич. Стоит отметить, что на должность спикера Алексей Пырин прошел со второго раза. Первый раз голосование депутаты признали несостоявшимся, поскольку никто из кандидатов, ни Андрей Бельчак, ни Алексей Пырин, не набрали минимальное количество голосов – 15. Вы знаете, когда такая многочисленная группа депутатов поддерживает, а я еще раз повторю, что за ними стоит многотысячных жителей города, конечно, я здесь не мог отказаться. Очень благодарен депутатам, которые выдвинули, поддержали кандидатуру на выборы. Но считаю, что все впереди, вся работа впереди. Сейчас предстоит работа над бюджетом города, основным документом, которым будем жить и работать в следующий год. Так что все впереди. Народным избранникам предстояло выбрать и заместителя председателя Мария Лисина предложила выбрать вице-спикером депутата по 11-му избирателям округа Вячеслава Малых. А та же самая группа депутатов из 15 человек порекомендовала на должность заместителя председателя народного избранника по 4-му округу Игоря Базилевича. Итоги голосования Базилевича Игоря Владимировича 18, Малых Вячеслав Владимировича 9. По итогам голосования заместительным представителем Нижнадагирской городской думы 7-го созыва избран Базилевича Игоря Владимировича. Предложение поступило чуть раньше, конечно, обдумал, все взвесил. И приняло решение круто изменить свою жизнь и посвятить себя городу, скажем так. Я очень рад, что за меня проголосовало большинство. Постараюсь оправдать доверие избирателям, сделать все, чтобы наш город, дума и жители, значит, в том числе, значит, увидели, что я работаю. И чтобы город преобразовался действительно именно в тот город, в который не хотелось бы уезжать и в который хотелось бы приехать. Народные избранники также решили, что председатели и его заместитель будут работать на постоянной основе. То есть в ближайшее время им предстоит уволиться со своих предприятий. На первом заседании думы народным избранникам предстояло определиться и с постоянными профильными комиссиями. Путем голосования парламентарии решили пока оставить прежние семь существующих комиссий и в ближайшие дни решить, в какой комиссии они хотят участвовать. Второе заседание городской думы состоится уже на следующей неделе, 28 сентября. Анна Кизилова, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости ТГИЛ-ТВ. Сергей Носов прокомментировал итоги первого заседания Нижне-Тагильской городской думы седьмого созыва. Градоначальник поздравил депутатов и пожелал всему составу успешной работы. По поводу избрания председателя городской думы Алексея Пырина и его заместителя Игоря Базилевича глава города отметил, цитирую, «Это говорит о том, что у градообразующих предприятий есть активное желание работать и готовность нести ответственность за ситуацию в городе. Это очень важно, и я это приветствую. Жду от депутатов активных действий по формированию бюджета Нижнего Тагила на 2018 год и эффективных решений по его наполнению». Конец цитаты. К дому невозможно ни подойти, ни подъехать. Жителям многоэтажки по улице Победы 52 в буквальном смысле приходится добираться к собственному дому, как по фронтовым дорогам. Когда решится проблема с благоустройством двора, разбирался Никита Поляков. Двор по адресу Победы 52 находится в очень плачевном состоянии, говорит Сергей Васильев. Настолько все плохо, продолжает мужчина, что некоторые водители даже не решаются в него заехать. А недовольство жителей и вовсе можно понять с одного взгляда со стороны. «Не подойти к дому, не подъехать. Вот здесь спуски. Никаких здесь ступеньках, железная площадка лежит. На ней постоянно все падают. Уже сколько ни один человек ноги сломали. Там спуск. Здесь с горем пополам, неделю назад скосили. И вот куча до сих пор лежит, никому не надо. Я должен носить пенсионер на мусорку вон туда». Жители, говорят, не раз обращались в управляющую компанию, но там никак не реагируют на их проблемы. А силы благоустраивать собственный двор самостоятельно уже закончились. Этот дом и придворовая территория находятся в ведомстве управляющей компании «Квартал». И по традиции у управляющих одни отговорки. «Нужно собрать, сделать заявку в обоустройство дворовых территорий на следующий год. Можно собрать протокол, собрание, подписи собрать дома и нам принести. Мы сегодня отписывались в администрацию, в обоустройство района ответ давали. Они жителям ответ дадут. На доме денег нет». Эта крутая горка, усыпанная камнями и большими ямами, единственный способ попасть автолюбителям к своему дому. Также в зимнее время года часто случается, что водители въезжают в открытый люк или скатываются прямо в гараж, расположенный напротив спуска. Помимо проблем с автомобильным подъездом, жители 52-го дома волнует пешеходный подход. Лестничный марш не оборудован должным образом, и из-за высокой ступеньки пожилым людям приходится выбирать другой маршрут. Та металлическая лестница зимой становится очень скользкой. И для того, чтобы не получить травмы, жители дома самостоятельно отсыпали тропинку, под которой проходит теплотрасса, и можно спокойно подняться к своему подъезду. Молодые мамочки выбрали для себя отдельный маршрут. Это единственная народная тропа, по которой можно подняться с коляской. И, кстати, стоит заметить, что это очередной двор, в котором не убраны кучи веток. Никита Поляков, Любовь Шевченко, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Нужная покупка запланирована в год экологии. Стационарная рубильная машина для переработки древесины появится в Нижнем Тагиле. Такое решение принято на совещании по вопросам экологии. Современный агрегат позволит перерабатывать древесные остатки в экологическую щепу. В дальнейшем она будет использоваться для оформления городского ландшафта. Вместе с непогодой к нам идет и штамм гриппа 2009 года. Именно он 8 лет назад унес значительное количество жизней. Медики говорят, прививаться надо обязательно. Эпидемия будет, и сейчас главное создать иммунную прослойку, чтобы результаты не были плачевными. Наш корреспондент Никита Поляков уже сегодня сделал прививку против гриппа. Прививочная кампания стартовала в Нижнем Тагиле. На территорию города поступило около 160 тысяч доз вакцины для детей и взрослых. Такое количество удалось получить благодаря федеральной программе в рамках национального календаря профилактических прививок. Издан ряд приказов, которые регламентируют как оказание помощи населению в случае заболевания, острыми респираторными заболеваниями, в том числе гриппом и пневмонией, также и оказывающую маршрутизацию, то есть регламентированную маршрутизацию пациентов. Прививку нужно ставить обязательно. Специалисты прогнозируют в этом году смертельный грипп, который уже распространялся на территории нашей страны в 2009 году и унес множество жизней. Сейчас на предприятиях и в образовательных учреждениях активно проводится вакцинация, особенно необходима она тем, чья профессия постоянно связана с общением, в том числе это и журналисты. Для того, чтобы поставить прививку от гриппа, вам необходимо обратиться в профилактический кабинет с полисом и паспортом. Там вам померят температуру и подпишутся согласие о вакцинации, после чего вам дадут такое направление. После того, как вы получили направление, приходите в прививочный кабинет и отдаете его медсестре. Вместо инъекции может покраснеть, появится припухлость, значит с сегодняшнего дня, дня 3, можете попить антигистаминные препараты, либо цитрин, тавигил. Вот так одна маленькая прививка и ваше здоровье защищено на целый год. Вакцину можно приобрести в аптеках города или узнать о бесплатной вакцине в регистратуре своей поликлиники. Никита Поляков, Михаил Крюков, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Вторая очередь парка «Народный». Победители грантовых конкурсов – праздник по случаю 25-летия молодежной политики Нижнего Тагила. Эти вопросы обсуждали сегодня члены молодежного совета при администрации города. Обо всем подробнее в репортаже Анны Хабаровой. Пойма реки Тагил в районе двух мостов фронта «Красноармейская» преобразилась за этот строительный сезон. Несмотря на то, что работа еще не закончена, парк «Народный» обращает на себя внимание прохожих. И идей по его обустройству много. Школьники из отрядов мэра готовы преобразить его до неузнаваемости. Своими проектами они делились сегодня на Совете по делам молодежи в мэрии. В их распоряжении вторая очередь, а именно правая сторона от пешеходного моста. Можно и даже нужно установить экран для показа видеоклипов. Мультфильмов, художественных и документальных фильмов, созданных нашим молодежью. Рядом со сценой должна находиться удобная, благоустроенная и безопасная площадка для выступлений. На которой можно было бы проводить конкурсы танцевальных коллективов. А также, чтобы участники различных флешмобов могли проводить мероприятия для отдыхающих в новом светлом парке. Зона тихого отдыха будет в себя включать площадку для скандинавской ходьбы. Благодаря палкам вы можете легко передвигаться в быстром темпе, не прилагая для этого особых усилий. Отличный способ укрепления организма является скандинавская ходьба. Также имеется площадка для йоги. Йога учит нас исцелять то, что невозможно терпеть, и терпеть то, что невозможно исцелить. На территории парка есть детская площадка, которая каждый день привлекает детей и взрослых со всего города. Качели, карусели, песочницы и другие развлечения помогают ребятам провести незабываемое время в компании своих друзей. Посмотреть новинки проката или проверенное временем кино можно в летнем кинотеатре парка «Народный». В зале коллегии сегодня и те, чьи идеи уже были оценены по достоинству. Победители грантовых конкурсов рассказывают о своих успехах членам совета. Студентки пединститута придумали «Игры разума». Так, например, мы придумали игру, которая называется «Кино в тему». Мы посвящаем это какой-то определенной тематике, и вместе с нашими ребятами они отгадывают фильмы, которые мы предоставляем им в видеоролике. Также есть очень интересный проект, он называется «Философский калейдоскоп». В этом году мы его тоже реализовали в нашем ВУЗе. Ребятам он интересно бывает подискутировать, поспорить на философские темы, и вот с этой тематикой была связана эта игра. Очередной проект может воплотиться в жизнь благодаря содействию администрации города. Виктория Хребтова предлагает провести в Нижнем Тагиле молодежный фестиваль авторской и бардовской песни «Меодия души фест». Идея пришла с членом совета по вкусу, но формат, говорят они, нужно доработать. Формат должен здесь быть, скажем так, он неформальный формат должен быть. Это должна быть какая-то большая площадка, большая аудитория, где люди одновременно, большое количество людей может быть, и на этой площадке происходит очень много всякого интересного. Кто-то стихи читает, кто-то музыку свою производит, кто-то пытается эти стихи или эту музыку привязать к тем стихам. Вот это, наверное, будет интересно. А уже в конце октября в Нижнем Тагиле будут отмечать 25-летие молодежной политики. По этому случаю пройдет молодежный форум «Содружество», на который приглашены гости из городов-побратимов. Анна Хабарова, Любовь Шевченко, Павел Соложнин. Новости Тагил-ТВ. Житель Нижнего Тагила получил грант на развитие социально значимого бизнеса. На форуме молодых профессионалов «Утро-2017» в Челябинской области Тагильчанин Константин Баштовой защитил проект, ремонт и обслуживание колясок, предназначенных для людей с ограниченными физическими возможностями. Теперь обладатель гранта ищет помещение для мастерской. В администрации города заверили, с решением этого вопроса помогут. Бизнес на благо. Репортаж Анны Кизиловой. Здравствуйте. Что у вас случилось? Константин Баштовой – наладчик спецколясок для людей с ограниченными физическими возможностями. Сегодня его помощь потребовалась молодой маме Виктории. Ребенок с рождения у нас ДЦП. Девочка не ходит. Ну и, естественно, нам обязательно нужен транспорт, то есть коляска. Эта коляска, к сожалению, уже, как это можно сказать, уже вся разваливается, уже невозможно катать ребенка, отваливаются подножки. То есть я обрастилась к Константину, чтобы он нам помогал с ремонтом. То есть пока на данный момент нет новой коляски, мы пытаемся как-то реанимировать эту коляску. Коляска ломается часто, рассказывает Виктория. Ее дочке Насте уже 13 лет, вес 22 килограмма. А возить ребенка в этой коляске приходится повсюду. Раньше приходилось ремонтировать, что-то подкручивать самой. Сейчас будет иначе. Это забираем на ремонт. Тут уже будет и сварка, и покраска, и доработка некоторых деталей. Потому что здесь уже перекос рамы идет, и полностью поломка некоторых конструкций непосредственно. На данный момент нам фонд уже подарили две коляски бесплатно, которые мы будем предоставлять взамен, когда будем забирать вот эту коляску на ремонт. Сервисных мастерских по ремонту и обслуживанию инвалидных, механических и электрических колясок в Нижнем Тагиле нет. Константин Баштавой решил открыть свою мастерскую. Написал проект социально значимого бизнеса и стал участником форума «Утро-2017» в номинации «Урал предприимчивый». Стоит отметить, что на первую смену Челябинского форума съехалось более 400 молодых профессионалов со всей России и из стран ближнего зарубежья. В грантовом конкурсе участники защитили свыше 200 проектов и получили почти 5 миллионов рублей на реализацию собственных идей. Из Свердловской области денежные призы получили только пятеро, в том числе и Константин Баштавой. Пока помещения нет, мы ездим на дом, выезжаем, то есть бесплатно абсолютно. Не видим смысла пока брать за это деньги, потому что занимаемся мелочью. Большие ремонты мы будем брать уже, когда будет помещение. В администрации города дело Константина поддерживают. Можно проработать вопрос еще где-то поблизости с Центром адаптивного спорта, потому что это, я бы так сказал, наше спортсооружение, одно из первых было в области открыто, которое занимается у нас с детьми, скажем так, инвалидами и не только с детьми, но и с взрослым населением. И сегодня оно пользуется очень большой популярностью и спросом. Значит, совместную работу в этом направлении и совместно, я думаю, что мы подыщем помещение. Реализацию своего проекта Константин начал в середине июля. Сегодня у него уже есть десяток клиентов. И это только начало. Так всегда, когда бизнес на благо. Анна Кизилова, Вадим Усков, Андрей Фатыхов. Новости ТГИЛ-ТВ. Десант пушистых артистов дислоцировался в Нижне-Тагильском цирке. Накануне восемь кошек заселились в одну из новых комнат капитально отремонтированного учреждения. Помимо этого, уже в самом разгаре продажи билетов на представления. Как чувствуют себя новоселы, узнала наш корреспондент Анна Хабарова. До полного завершения ремонта в цирке остается буквально один день. И артисты уже начинают знакомиться со своими новыми апартаментами. Одними из первых сюда заселились восемь кошек. Для удобства пушистых здесь созданы все условия. Раковина для мытья, есть фильтрованная вода, обогреватель. Не говоря уже о туалетных лотках и мисках. Кошки исследуют каждый уголок. В Нижний Тагил гастролеры приехали из Кемеровской области. Путешествовать на поезде, говорят артисты, им очень нравится. Собственно, как и выступать на сцене. Кошки, они очень характерные, свободолюбивые животные. И что-то заставить их, это просто невозможно. И поэтому мы смотрим, кто что любит делать, у кого какие способности. Кто-то любит прыгать, кто-то любит полежать, что-то такое эстетичное выполняет. То есть не наперекор их природы, которая истинная у кошек. Поэтому мы с ними на манеже играем. Они делают то, что они любят играть. Да. То есть мы постараемся по ним. Эти восемь усатых-полосатых им, как родные дети. У каждого из них свой характер и свои предпочтения. Самому старшему заслуженному артисту Семену 16 лет. Самому младшему 9 месяцев. За долгие годы тренировок люди и животные научились находить общий язык практически без слов. Красиво, Федька, красиво, мой Федька. Давай, красиво, мой Федор. Пушистые звезды у Ольги и Алексея появлялись в разных обстоятельствах. Например, Мальго они подобрали в Санкт-Петербурге, когда кошка была на грани смерти. Дрессировщикам удалось ее откормить и спасти. Теперь на сцене она поет для зрителей песни. Мальго принцесса Веста Ярослава Захар Тимофей. К выбору имен для пушистых артистов дрессировщики относятся очень серьезно. Придерживаются мнения, как корабль назовешь, так он и поплывет. Прежде чем назвать, мы, конечно, наблюдаем за котиками. А потом есть у нас уже как бы заранее какой-то вот, как сказать, отобранные имена. Но мы смотрим, как они подходят к котикам, не подходят. И, конечно же, значения, чтобы не было там никаких болезней. Болезней, ну потому что есть значения там, либо болезненные, либо еще что-то. Нет, вот прям самое все, чтобы было позитивное, что-то даже с какими-то там божественными даже силами. Вот есть такие имена. Она раньше была воздушной гимнасткой, он работал в жанре клоунада. Более 10 лет назад Ольга и Алексей решили дрессировать кошек. Говорят, что этих четырех лап их невозможно приручить. Но за капельку внимания они готовы на многое. Уже в субботу эти пушистые артисты выйдут на манеж Нижне-Тагильского цирка. В кассе уже началась продажа билетов. Дарить незабываемые эмоции зрителям с большим удовольствием будут артисты трех лидеров циркового искусства России. Российской государственной цирковой компании Большого Московского цирка под управлением Эдгарда Запашного и легендарного цирка Юрия Никулина. Некоторые тагильчане билеты уже поспешили приобрести. Давно уже не ходили. А с этой стороны уже ничего блещет. Сын первый раз пойдет. Мы очень ждали открытия. Билеты на представления, которые пройдут в ближайшие выходные, уже раскуплены. Анна Хабарова, Любовь Шевченко, Павел Соложнин. Новости Тагилтв. Сегодня православные празднуют Рождество Пресвятой Богородицы. По преданию старцев, все молитвы в этот день обязательно будут услышаны, а приметы непременно сбудутся. В богородничный праздник принято проводить обряды освящения церквей, посещать храмы всей семьей и собираться на обед за большим столом. Для влюбленных людей этот день особенно хорош для заключения брака. Тагилтв продолжает награждать самых активных телезрителей. По итогам минувшей недели редакция телекомпании решила поощрить зрительницу, рассказавшую о коммунальной проблеме в своем доме. Коммунальщики ни один год никак не реагировали на обращение жильцов 14-го дома по улице Ломоносова по поводу протекающей кровли. И только лишь после того, как тагильчане обратились в органы власти, проблема лишилась. Сегодня Наталья получает подарок от спонсора рубрики. Наталья, добрый день. Автошкола «Авангард» благодарит вас за участие в новостях, за вашу активную жизненную позицию и вручает вам приз от автошколы. Это сертификат на обучение в нашей автошколе со скидкой 5%. Ждем вас. Спасибо вам большое за участие. Спасибо большое телекомпании Тагилтв за возможность поучаствовать в такой интересной акции. На очереди рубрика «Экономика и финансы». Слухмаркет. Слуховые аппараты по ценам от производителей. Ремонт аппаратов. Слухмаркет. Ленина 32. 46. 43. 99. И о валюте на завтра. Официальный курс доллара США на пятницу, 22 сентября, 58 рублей 22 копейки. Евро 69 рублей 26 копеек. В банках Нижнего Тагила самый выгодный курс продажи доллара США 58 рублей 26 копеек. Покупки 58 рублей 2 копейки. Единую европейскую валюту можно приобрести за 69 рублей 95 копеек. Реализовать за 69 рублей 60 копеек. Слухмаркет. Слуховые аппараты по ценам от производителей. Ремонт аппаратов. Слухмаркет. Ленина 32. 46. 43. 99. Выпуск продолжит новости спорта. О самых интересных событиях вы узнаете буквально через минуту. Оставайтесь с нами. Вкусно, уютно, доступно. Кафе узбекской кухни «Тандырная» приглашает отведать сочные кевабы, аппетитные шашлыки, плов, самсу. Торговый центр «Малина» – первый этаж. Строительная компания «Тагил» завершает строительство дома «Чистые пруды». Готовьтесь к новоселью! Действуют специальные программы и доступные цены на последние квартиры в новом доме. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Сенегорье» и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Сенегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Полы забили Данил Соболев и Сергей Челязин. Отметим, что команда оппонентов была представлена не самым оптимальным составом. Несколько игроков находились в отпуске. К слову, «Фортуна» при всех своих громких титулах стала чемпионом города впервые. Юниор «Спутник» открыл сезон в Кургане. Два очка в матчах с местным клубом смогли завоевать тагильчане на выезде. В первом поединке наша молодежка одержала победу в серии «Буллитов» 4-3. В основное время отличились Алексей Василевский, Данил Секерин и Дмитрий Поляков. Победный штрафной бросок в активе Дениса Данилова. В повторные встречи хозяева взяли убедительный реванш 4-1. Тагильская ледовая дружина открыла счет, но преимущество удержать не смогла. Единственную шайбу забросил Дмитрий Поляков. В выходные юниор «Спутник» сыграет в Набережных Челнах. Такова была информационная картина дня. Следующие выпуски новостей смотрите в 23.00 в 3 часа ночи, а также в 7 часов утра на канале Тагил-ТВ 24. Кроме того, новости Тагил-ТВ можно увидеть и на канале ТНТ в 7.30 утра. А мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 4195-51 или пишите на сайте tagildefistv.ru. Спонсор рубрики «Новость от телезрителя» – кафе «Мангал», поселок Малая Лая. Более 25 видов шашлыка. Ждем ваших сообщений. Спасибо за внимание и до свидания. Залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 1207.